По наблюдениям синоптиков, нынешний ноябрь стал самым холодным за последние 22 года. Температура воздуха в Свердловской области опустилась до минус 30. Многих морозы застали врасплох, но только не местных моржей из клуба Апогей. В этом году прорубь на Салдинском пруду появилась на месяц раньше обычного. Нынешне мы ее решили сделать параллельно берегу. Она у нас в прошлом году была в те годы вертикально, то есть смотрела в ту сторону, а нынешне мы ее сделали параллельно берегу и увеличили на 4 метра. Значит, она у нас в этом году 12 метров, полбассейна, так сказать. Поставили нас перед выбором, была вот эта площадка, сейчас ее нету, и вот мы решили вот так сделать. Ну, просто давайте, мол, по-другому. Она действительно, знаете, вот ширина, видите какая, подходишь к ней, как к родному дому. Ну, мы такие, кайфовые. Минимум одежды, максимум силы духа. Мороз и ветер нипочем. Закаленный организм требует холодной воды. И вот первое купание в сезоне. Ах, прекрасно! Ты знаешь, вот отдыхаем. Ах, наслаждение! Такие ебалки вокруг. При таком минусе по Цельсию лезть в дымящуюся, как кастрюля с супом, прорубь – занятие не для слабаков. Для саудинских моржей плавание в ледяной воде – будничная процедура. Прекрасно. Настроение хорошее. Здоровье. Ну, как говорится, все хорошо. Как водичка? Отлично. Плюс 4. Отличная вода. Всех приглашаем. Не запрещено. Приходите в любой момент. В зимнем плавании наблюдается парадокс. Чем теплее на улице, тем холоднее в проруби. Сергей, на улице мороз. Вода теплее там? Вода теплее гораздо. Там плюс 4. На улице 25 час. Разница температур. Ощущение, что там как будто парное молоко. А когда выходишь, вообще жар. Прекрасно. В этот сезон, 31 год у нас, мы встречаем с девизом «Живи морода, живи ярко». А в нашем возрасте, конечно, мы умалчиваем. Но молодой задор еще есть и силы тоже. Из года в год апогейцы покоряют новые вершины. Например, руководитель клуба Сергей Землянов, один из самых опытных моржей, осваивает технику батерфляй. Ой, ну это громко сказано, конечно. Вот летом пытался плавать батерфляем. Очень красивый вид. Ну, конечно, вид красивый, но надо иметь технику. Ну вот, то, что получилось, то получилось. Любители закаляться готовы взять в свою компанию всех желающих. Там присоединились двое человек из Нижней Салды. Значит, там у них, по-моему, с моржеванием заглохло все. Вот, значит, они присоединились к нам. То есть, выполнение есть каждый год, кто-нибудь приходит. Любишь кататься, люби и саночки возить – это про наших любителей зимнего плавания. Апогейцы взяли на себя обязанность не только обеспечить наличие проруби, но и организацию массовых купаний в крещении, а также подготовку и выезд на соревнования. Поедем на областы, на Уральск и на открытое Пересо-Тагила. Съездим нынче. Ну и вообще, куда позову, туда и поедем. После первых заплывов – праздничный обед. Открытие купального сезона салдинские моржи отметили традиционно. Приготовлением и поеданием вкуснейшего узбекского плова. На десерт сладости и горячий душистый чай, который после ледяной воды – самый надежный хранитель от простуды. С открытием сезона! Ура!